Совершенство жизни — это когда наши сердца не знают ничего более дорогого, чем Кришну. Когда Он дороже нам, чем богатство, чем наше положение, чем наша семья, друзья. Дороже, чем наша собственная жизнь. Именно это качество делает человека достойным чистого предного служения. Когда мы достигаем этого положения, когда мы обретаем отречение, знание и преданность, только тогда мы можем войти в духовный мир. Господь Кришна объяснил в Бхагавадгите. Он разделил человеческое общество на четыре варны и четыре ашрама. Варны — это наши профессиональные обязанности. Ашамы — это наш духовный статус. Если, опираясь нашим ад-бхагаватам, мы рассмотрим, мы увидим, что все ашамы направлены на то, чтобы усилить наше отречение. Чувственное наслаждение отвлекает нас от истинного источника наслаждения. Сад-Чритананда Виграхи от Шри Кришны. Объекты чувственного наслаждения приносят грубое наслаждение нашим чувствам. Или тонкое чувственное наслаждение. Все они являются препятствиями, которые отвлекают наши сердца от Кришны. Поэтому для Брамачари не существует ничего, кроме служения Кришне. Все правила жизни грехастхи направлены на то, чтобы отрегулировать жизнь человека так, что все больше и больше значения он придавал бы отречению от чувственного наслаждения и все больше привязывался к Кришне. Жизнь грехастхи должна приводить к вонопрасьте, когда жена и муж не делают ничего, кроме служения Кришне, а затем к саньясе, когда человек социально умирает ради служения, исключительно служения Кришне. Если мы приносим наши жизни в жертву ради служения, Господу — это великая удача. Когда Шила Пропада лежал на том, что люди называют смертным, Одрия, его тело было настолько истощено, он не мог даже встать на мгновение. Он хотел отправиться в Лондон проповедовать. Доктора сказали, что это невозможно. Шила Пропада объяснил, что мой гуру Махарадж хочет, чтобы я сражался за Кришну. Я посчитаю за честь, если сдам последний вздох, проповедуя послание Кришны. Какая жертва! И вот это великое желание пожертвовать своей жизнью ради служения Господу было явлено здесь, в этом самом месте, где мы сегодня сидим. В этом месте великий Вайшнав Джатаю добровольно пожертвовал своей жизнью ради служения Господу Шри Раме. Эта история рассказана в рамайане Ши Валмики Муни. Насколько позволяет мне моя незначительная память, я постараюсь поделиться с вами некоторыми деталями этой великой истории. Конечно, слушая о преданном служении Вайшнавов, мы пробуждаем желание доставить Кришне наслаждение в наших сердцах. Что такое Священные Писания, которые подчеркивают Бхакти? Главный акцент Шримад Бхагаватам на славе деятельности в преданном служении Господу и предании Кришне. Точно так же в рамайане главный акцент делается на любви между Господом и Его преданными, как и в Шитане Чиритамрите, Махабхарате. Вчера мы были в Тапаване, где мы говорили о том, как Равана похитил Ситу, вечную спутницу Шри Рамы. Он забрал ее на своей непобедимой колеснице, в которую были запряжены 10 гигантских и жестоких ослов. На колеснице было всевозможное смертоносное оружие, держа Ситу своими десятью руками, которая кричала «Святые имена Рамы и Лакшмана». Равана взлетел в небо, и он прибыл вот в это место. Здесь жил великий царь, царь леса Дандакарани по имени Джатай. И он сидел под большим деревом и спал. Его глаза были закрыты. Сита увидела этого дорогого друга, Господа Рамы. Я хотел бы немного вернуться назад. Когда Господь Ширама только прибыл в Панчавати, он встретился с Джатайю. И они были очень близкими друзьями. Джатайю был очень старым, и он был дорогим другом царя Дешарадхи. Джатайю пообещал Раме, он сказал, что хотя здесь живут много страшных ракшасов, ты должен знать, что я пожертвую своей жизнью, чтобы защищать твою Ситу. И в этот день, когда Равана пролетал над головой Джатайю, Сита увидела, как Джатайю спит под деревом, и она позвала его. «О, Джатайю, ты истинный, самый истинный из всех преданных, и ты лучший из наших друзей. И посмотри, как это животное, этот ракшас Равана, оторвал меня от моего возлюбленного. Рамы, как шакал, который крадет овцу, отбивая ее от стада. О, Джатайю, ты очень стар, а Раван очень молод и силен. Он непобедим в бою, и он закалился в сотнях битвах, из которых вышел победителем. Пожалуйста, Джатайю, не пытайся сопротивляться ему. Это невозможно. Но когда ты увидишь моего Раму и Лакшману, сообщи им, что Равана похитил меня и что они должны спасти меня». Услышав это, Джатайю проснулся, его глаза открылись, и он увидел над головой свое обожаемое божество, богиню удачи Ситу в плену ужасного царя Ракшаса Фраваны. Джатайю не мог смотреть на это безучастно. Он видел в этом страшное оскорбление по отношению к его Господу и его спутнице. Он закричал в гневе. «Раване!» «О, десятиглавый Ракшаса!» «Даша Мука!» «У тебя нет права красть собственность Рамы!» «Я, Джатайю, я происхожу из семьи великих преданных Шри Рамы!» «Я его преданный слуга!» «Я посвящал все эти долгие годы в своей жизни на земле, преданию и служению лотосным стопам Шри Рамы!» «Ты должен знать, что это мое единственное Я!» «Я его слуга!» «Кто такой Рама?» «Он сын Дашарадхи!» «Он Сад Чит Ананда!» «Он Верховный Господь всех Господ!» «Он Господь Индры, Ваю, Куверы!» «Он также твой царь!» «Равана, какой ты трус!» «Царь должен защищать, но красть чужую жену – это величайший грех!» «Это противоречит принципам Дхармы!» «Рама уничтожит тебя!» «Ты попался на крючок!» «Ты как рыба, попадающаяся на крючок!» «Ты взял эту ситу!» «Она же станет причиной твоей смерти!» «Равана, я очень стар!» «Я жил в этом лесу десятки тысяч лет!» «Я уже подустал от долгого срока правления!» «Я уже нахожусь в преддверии своей смерти!» «А ты молод!» «В самом расцвете своих сил!» «У тебя гигантская колесница!» «Колесничий лук, стрелы, пики, бромастры и всевозможное оружие!» «Но единственное оружие, которое есть у меня, это мои когти и мой клюв!» «Но я не позволю тебе унести ситу!» «Ты должен знать это!» «Пока во мне кеплится жизнь, ты не увезешь ситу с этого места!» «Равана, ты прибыл в мой дом!» «Ты мой долг!» «Я должен тебе кое-что предложить!» «Я предлагаю тебе битву, смертельную битву!» Услышав это, Равана был оскорблен и разгневан. Он спрыгнул со своей колесницей и вступил в яростную битву с Джатайю. Равана взял лук из стрелы и принялся выпускает стрелы. Очень сильно Джатайю своими крыльями отбрасывал эти стрелы. И тогда Равана взял 10 особых мистических могущественных стрел и начал выпускать их в Джатайю. Своими крыльями он просто оттолкнул эти стрелы от себя. Равана сражался со всей силой. Джатайю прыгнул на Равану и своими могучими когтями он начал вырывать у него плоть и царапать его до крови. Это еще больше распалило Равану. И он принялся выпускать стрелы так быстро. Тысячи, десятки тысяч стрел. И эти тучи стрел летели одновременно в Джатайю. Казалось, что он был весь усыпан, как солнце, закрыто черными тучами. Его тело было пронизано от головы до ног этими стрелами. Но Джатайю своими крыльями продолжал отбивать эти стрелы. И затем он увидел Ситу на колеснице. Она плакала в разлуке с Господом. Когда он увидел это, его силы удвоились. Хотя он был пронизан десятью тысячами стрел, он бросился на Равану сначала своими когтями. Он убил всех десять ослов. Затем своими крыльями он разбил на куски колесницу Равану. Он сломал флаг на вершине колесницы. Он разнес в кочах зонд, который защищал Равану от солнца. Затем он сломал лук Равану. Равану схватил новый лук и начал выпускать стрелы. Джатайю сломал этот лук. Он тот взял новый лук и начал выпускать стрелы. Тогда Джатайю своим клювом оторвал голову колесничего Раваны. Равана понял, что это серьезный бой. Он без колесницы, без колесничего, без своих ослов, без оружия. Но он увидел, что от старости Джатайю очень устал. Что же Равана захотел сделать? Джатайю в этот момент сказал Раване, «Равана, ты живым не уйдешь от меня. Отдай Ситу. Равана вскоре придет. Почему бы тебе не быть героем и не подождать его, и не сразиться с ним? Почему ты убегаешь как трус? Если ты возьмешь Ситу, вся твоя династия ракшисов будет уничтожена. Ты ведешь себя как человек, который пьет смертельный яд, потому что испытывает сильную жажду. Вот что значит чувственное наслаждение. Иногда чувства мучают нас, и мы пытаемся удовлетворять их, занимаясь незаконной деятельностью. Что это такое? И Джатайю привел это сравнение. Это все равно, что человек, который страдает от огня, страшной жажды, и чтобы утолить эту жажду, он выпивает смертельный яд. После того, как Джатайю произнес эти золотые слова Раваня, Равана увидел, что Джатайю очень устал. Что же сделал Равана? Он попытался убежать. Он схватил Ситу и бросился. Взмыл в небо. Джатайю бросился за Раваной. Он прыгнул ему на спину и начал вонзаться своими когтями в плоть Раваны. Он вырвал куски из него, и клювом он выдирал из него куски его уродливого мяса. Равана пытался отбиваться и бежал. Он спутывал муки, ужасную боль. Он не мог терпеть ее. Он держал Ситу десятью своими руками. Он стал брать другое оружие, чтобы отбиться от Джатайю. Джатайю своим клювом снес десять рук, которыми Равана держал Ситу. И во мгновение еще десять рук выросли, как змеи, которые выползают из нор. Джатайю сражался яростно с Раваной, Равана бросил Ситу, и всеми своими двадцатью руками он прыгнул на Джатайю, и они начали бить друг друга. Конечно, у Джатайю нет кулаков, у него есть крылья, и они сражались. Это был яростный бой, длящийся очень долго. Джатайю очень устал. Равана был доволен, когда увидел это, воспользовавшись своей молодостью. Воспользовавшись тем, что Джатайю был очень старым, Равана выхватил саблю и срезал крылья, и ноги Джатайю истекал кровью, и он упал на землю, как гора. Увидев все это, Сита Дэйвил испутывал ужасные муки, ее сердце разрывалось. Сита плакала, кричала, призывая Раму. Она побежала к Джатайю и обняла его. Она обнимала этого огромного, истекающего кровью стервятника. Она не отпускала его тело, произнося сладостные слова, обращенные к нему. О, Рама, этот людоед, Ракшас Раван, украл меня от тебя. И посмотри, что он сделал с твоим дорогим преданным. Джатайю добровольно отдал свою жизнь ради моего спасения. И сейчас он лежит в луже крови, умирая. Ценя до глубины души это преданное служение Джатайю. Сита проливала на него свои благословения. Равана был в страшном гневе. Он приказал Сите идти, но она не отпускала Джатайю. Равана схватил ее и дернул, но она не отпускала. Она держалась за Джатайю, плача, не хотела расставаться с этим великим преданным. В конце концов, Равана оторвал ее и в этом самом месте. Сита пыталась хвататься за каждое дерево. Равана оторвал ее от дерева. Она хваталась за другое. Равана отрывала ее снова, пока Равана не оторвал ее, не бросил себе на плечи и не полетел на Шри-Ланку. Тогда это место, которое сегодня называется Тарика, было удиненным лесом. В действительности здесь не ступала никогда нога человека. Это были дремучие джунгли. Равана Равана принес Ситу на Шри-Ланку, где он домогался до нее, чтобы она предалась ему. Однако Сита, будучи самой целомудренной, преданной, любящей спутницей Шри-Рамы, даже не смотрела на все это богатство Шри-Ланки. она бы предпочла жить в лесу в простой соломенной хижине, сделанной Лакшман, если бы она была со Шри-Рамой, нежели в прекрасных инкрустированных золотыми драгоценными камнями в золотых дворцах Ланки. Это преданное служение. Привязаны ли мы к возможностям, или мы привязаны к Кришне? Оставим ли мы ради чего-либо в этом мире наше целомудренное, верное служение Господу Кришне? Истинная простота — это довольствоваться только Кришной, служа Его преданным, слушая Его славу, повторяя Его святые имена. Вчера мы рассказали о скорби Шри Рамы, когда он обнаружил, что Сита исчезла. Он и Лакшми искали везде в лесу Дандакарани, и они не нашли ничего. У них был только один этот знак, который показали им животные, посмотрев в небо, и они поняли, что Ракшас унес ее в южном направлении. Помимо этого, у них не было никаких догадок. И в своем путешествии иногда порой они замечали цветок на земле, тот цветок, который Сита обычно срывала. Иногда они находили маленькую деталь украшений Ситы, которая наводила их на след. И в конце концов Рамы с Лакшманом пришли в это место, где они нашли джатаю огромного гороподобного стервятника, покрытого кровью, кровь была повсюду. Рама подумал, а затем заговорил с Лакшманом, какое несчастье случилось с нами. Посмотри, что мы нашли. Это ужасное животное пожрал мою любимую Ситу, ее кровь повсюду. Сейчас он лежит здесь, чтобы переварить ее. Сейчас прямо я убью этого зверя. Рама натянул свой лук со стрелой. Джатаю лежал и он жалобным голосом произнес, я Джатаю, я твой слуга, дорогой друг твоего отца Дашарадхи, Равана. Равана, царь Ракшасов, пролетал над моей головой с твоей прекрасной ситой на колеснице. Я пытался остановить его. Я бросил ему вызов, вызвал его на бой, и я разбил его колесницу на куски, убил его ослов, убил его колесничего, разбил его оружие, его стрелы, я разорвал его доспехи в клочья, но я очень стар, и он отрезал мне крылья и ноги. Он отнял мою жизнь, но хуже всего он забрал твою ситу. Когда Рама понял, что его самый дорогой преданный лежит при смерти, он убрал свой лук со стрелами и припал к стопам Джатаю и обнял его. Как он его обнял? Видя состояние Джатаю, Рама начал плакать от отчаяния. Он катался в пыли этого места, когда увидел своего преданного в таком состоянии. Он обнял, обнимал Джатаю снова и снова. Он растирал каждую часть его тела, хотя Джатаю был вымазан с крови. Господь Рама спросил, кто этот Равана? Почему он украл у меня Ситу? Что я сделал ему, что он так со мной обходится? И как Сита? В каком состоянии она была? Что она сказала тебе? Пожалуйста, скажи мне, Джатаю, как выглядит этот Равана, где он живет, чтобы я мог найти свою Ситу? Джатаю объяснил, о Рама, о повелитель моей жизни, Равана украл твою Ситу. Я пытался изо всех сил, но не смог защитить ее. Но пожалуйста, знай, что ты не должен печалиться, потому что ты найдешь Равану, ты найдешь его и уничтожишь его. И многие столетия ты будешь наслаждаться великим счастьем с Ситой. Вот это я знаю точно. И джатаю джатаю не мог говорить со святым именем Рамы и Ситы на устах и проявляющихся в сердце. джатаю закинул голову, устремив свой взор на прекрасный образ его Господа Ширама Чандры. После ухода джатаю Господь Ширама плакал. Он сказал Лакшману, какая великая беда случилась со мной. Я жил в Айодхе, в моем царстве, но из-за Кайкей я потерял свой трон. Хуже того, мое несчастье столь велико, что мне даже не позволили остаться даже нищим в своем царстве Айодхе. Я вынужден был прийти в этот опасный лес Дандакараньи, и у меня была единственная радость, моя возлюбленная Сита, но из-за своей неудачи сейчас и Ситу у меня отняли. В таком состоянии у меня есть только одно успокоение. Мой дорогой друг, но не было друга мне дороже, чем мой дорогой Джатайю, и сейчас и его отняли у меня. помимо скорбь и горя в моем сердце, которые я испытываю от потери Ситы, я чувствую еще и горе из-за смерти Джатайю. я любил его больше, чем собственного отца Дашарадху. Как же велик этот преданный Джатайю. Я утратил свое царство, меня вынудили. Джатайю является царем царства, гораздо большего, чем мое. Он царь всего леса Дандакарани и всех пернатых во всем императором. Он был таковым десятки тысяч лет. Он пожертвовал всем своим царством и своей жизнью ради служения мне. Я никогда не смогу отплатить этот бесконечный долг по отношению к этому преданному Джатаю. Ширам Чандра сказал Лакшману, моя неудача настолько велика, что я готов войти в огонь и сжечь себя. Но если я войду в огонь, моя тяжелая судьба горит так сильно, что она сожжет огонь. если я утоплюсь на дне океана, я так несчастен, что этот океан весь высохнет. Я не могу выразить своего горя. неудача. Я неудача 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 которого я люблю сильнее собственного отца. Лакшман, подготовь царский погребальный костер для джатаю. Лакшман собрал огромное количество замечательного дерева, и он все это сложил здесь, чтобы возвести кострище. Тело джатаю было помещено на это, и сам Рама произнес ведические мантры, которые сын обычно повторяет на похоронах своего отца. и тогда Армачандра взял головню и уже был готов поджечь дрова. В этот момент он вознес молитву. Он сказал джатаю, пожалуйста, знай, что в этот день силу своих последних ритуалов ради тебя твоя душа немедленно вернется в духовный мир на Вайкунтху и ты станешь моим вечным спутником. Затем Господь Шри Рама совершил последние ритуалы. Он возжег огонь. После этого Рама и Лакшман отправились на Гадавари, чтобы искупаться и очиститься. Шри Рама со слезами любви на глазах предлагал подношение святой богини Гадавари. Он предлагал жертву во имя ушедшей души Джатаю. Эта прекрасная история открывает нам природу преданных к Господу, а также любви Господа к преданным. История Джатаю джатаю позволяет понять нашим умам саму ту суть, которую мы пытаемся достичь в своей жизни. Джатаю пожертвовал всем, но, что самое удивительное, он знал точно, что у него не было шансов одержать победу над Раваной. Даже Сита сказала ему не пытаться сражаться с Раваной. Просто скажи Раме обо мне, она сказала, но Джатаю не мог вытерпеть и не мог позволить, чтобы Ситу увезли. Он не мог допустить этого, не пожертвовав своей жизнью. Иногда мы сражаемся в бою, думая, что возможно мы победим, возможно проиграем, но Джатаю ясно понимал, что он проиграет. Но он считал это за великую честь умереть в служении Верховной Личности Бога. Сколько из нас так привязаны к своей жизни, что даже за мимолетное чувственное наслаждение мы готовы отдать, пожертвовать своим служением Господу? Задумывались ли мы когда-либо об этом искренне, что действительно ценно для нас, это временное тело или наше вечное отношение с прекрасной Верховной Личностью Кришной? Это истинный критерий искренности. Возможно, у нас этого нет, но мы должны молиться об этом, стремиться к этому. Фактически мы должны совершать свою садхану в Бхакти так, чтобы когда-нибудь обрести это. Бхакти Бхакти Вино Дхакур молится. Мой Господь, мое тело, мои слова, мой ум, мой дом, моя семья, сама моя жизнь является лишь Твоей собственностью, о, Нанда Кумар. Пожалуйста, позволь мне все это использовать в служении Тебе. Я Твой слуга. Если хочешь, можешь убить меня, если хочешь, можешь защитить меня, не важно. Позволь мне жить или умереть за Тебя, мой Господь. История о Джатаю очень, это очень серьезный урок для всех нас. Когда Джатаю лежал там, доживая свои последние минуты, Господь Рама хотел сделать так, чтобы ему было поудобнее, он выпустил стрелу в землю за деревом, у подножья дерева за этим храмом. И оттуда струей полилась вода и попала в рот Джатаю. И в этот самый день, как мы видим здесь, эта вода вытекает отсюда из-под дерева и наполняет эту прекрасную кунду. В храме находятся божества Ситы, Рамы, Лакшмана. Это уникальный храм. Такого подобного храма больше нет нигде на земле. Это храм Джатаю. Здесь есть прекрасная Муртия, царя стервятников, которая дает даршин всем нам. Мы должны отправиться в этот храм и молиться лотосным стопам Джатаю. Пожалуйста, благослови меня такой преданностью, которую ты испытываешь к Господу, Раме. Рама был самым милосердным к тем, у кого была преданность. Эта история иллюстрирует в высшей степени то, как Господь не интересует ни каста, ни происхождение. даже среди птиц рождение стервятника не считается самым благоприятным. В жизни Шри Рамануджа Чарии однажды один Шудра умер и один из великих махантов спутников Рамануджи совершил для этого человека последние ритуалы и его критиковали другие браманы и другие. в той местности и Рамануджи Чария спросил у него почему ты совершил последние ритуалы и поэтому Шудре тебя будут критиковать очень многие за это. И тот рассказал историю о том, как Рама совершил последние ритуалы по Джаттаю. Он сказал, этот Шудра был великим преданным, чистым преданным Господа он Вайшнав. Поэтому я считаю, что ради очищения собственного сердца. Даже если человек рождается в семье собакоедов, он может быть гуру и спасти весь мир, если он искренне и безоскорбительно повторяет святые имена. В этом прекрасном тенистом лесу мы сидим сейчас здесь. Давайте все искренне подумаем о том послании, которое Господь хочет донести до нас. Давайте оценивать и проверять свое положение в нашем преданном служении Господу Кришне и давайте молиться как просящий, чтобы понять истинное богатство жизни. Нам всем придется сегодня или завтра умереть, если мы можем отдать эту жизнь как жертву во имя наслаждения Господа. Какое это будет замечательное подношение, как будет доволен Господь и какими благословенными будем мы. После того, как в Панчавати Равана украл ситу, он предлагал ей всевозможную роскошь в золотом своем городе Ланка, он предлагал ей все богатство, все наслаждения этого мира, но она отвергла все, потому что она была верна Верховному Господу Раме. Он угрожал ей смертью, он угрожал ей, что разорвет ее тело на куски, съест ее плоть и выпьет кровь, если она не предастся ему. И он предлагал ей все возможное чувственное наслаждение, но Сита готова была жить или умереть, но не оставить своей верности Господу. Это качество чистой души. Она богиня удачи. Мы все неотъемлемой части ее, и ее преданность находятся в наших сердцах. Что мы готовы оставить ради служения Господу? И вот это истинное счастье, истинная радость. Она провела практически целый год в этих мучениях на Шри-Ланке, но оставалась верной. Сита богиня удачи. Это означает, что все богатство, вся удача во всем творениям это энергия Ситы. В действительности это проявление милости Ситы. Каковы же были демонические качества Раваны? Он хотел присвоить богине удачу, все богатство, всю удачу этого мира, которая предназначена исключительно для наслаждения Шри-Рамы. Он хотел воспользоваться всем этим ради своих эгоистических интересов. Он хотел наслаждаться собственностью Рамы. Наше тело, наше здоровье, наше богатство, все возможности этого мира, все это проявление Ситы. Все, что мы берем в этом мире, что предназначено для служения Раме. Если мы это пытаемся использовать ради собственных целей, то мы воры. Мы следуем Парампоре Раваны. У Раваны множество последователей, практически весь этот мир является учениками Раваны. И это факт, включая всех нас до какой-то степени. Великие Ачарьи учат бескорыстному служению Господу. И те, кто находятся в Парампоре великих Ачарьев, они прикладывают все силы, чтобы использовать все богатства, все энергии этого мира в служении Раме. А те, кто следуют за Раваной, хотят думать, что это богатство мое, я должен насладиться им, они пытаются увести ситу от Рамы. Это факт. И этот демон похоти, кама, материальные желания, зависть, гордость, все это в сердцах каждой обусловленной души. И вот этот демон внутри нас, он настолько же могущественен, как и сам Равана. И он в той же мере настолько же злобен, как и сам Равана. Эти ракшасы и ракшаси были очень могущественными, потому что они знали, веды, они знали, как совершать жертвоприношения, и следуя процессу жертвоприношения, они достигали величайшей силы, но так как их сердца были грязными, и они не руководствовались наставлениями святых, они злоупотребляли учением вед, чтобы обрести силы, лишь ради того, чтобы удовлетворять свои чувства демоничным образом. знание сила, и веда значит знание. Веды обладают величайшим могуществом во всем творении, эта сила заключена в их словах, и когда знание злоупотребляется, нет большей угрозы человеческому обществу, чем это. Когда же знание правильно используется, нет большего блага для человеческого общества. Фактически, Равана был великим ученым, он был пандитом, он знал шастры на зубок, он был искусен в совершении жертвоприношения, и его последователи, они достигали величайшего могущества, следуя этим процессам, фактически, он был поклоняющимся Господу Шиве, и он следовал в точности правилам Писаний, он совершал жертвоприношения Господу Шиве, и благодаря этому он вынудил Господа Шиву даровать ему все это могущество. Интересно знать, что хотя Господь Шива в своем изначальном положении сада Шива, он в действительности верховная личность Бога, у которого есть своя планета Вайкунтхи в духовном небе, в материальном мире, этот же сада Шива является в образе полубога, в том смысле, что он дарует благословение каждому, кто приходит к нему и совершает должную топасью. И он может из всех Девотов даровать самое великое могущество, потому что он самый могущественный из Девотов. Хероника Шипа поклонялся Браме, Камса поклонялся Браме, Равана поклонялся Браме и Шиве. Нигде и ни в каких шастрах мы не встречаем чтобы какой-либо демон поклонялся Вишну. Почему так? Потому что они знают, хотя Шива в своей изначальной форме является Нарайной в своей роли Шивы в этом мире, он даст нам результаты, если мы будем совершать топасью. Даже если он не хочет давать, он вынужден будет дать. потому что он Ашутоша. Таким образом, если вы совершаете правильные ритуалы, следуя правилам Шастра, они вынуждены дать вам все, что вы хотите, но Господь Вишну, он совершенно свободен от этой ответственности. В действительности все наоборот. Вы можете всю свою жизнь поклоняться в Вишну, чтобы обрести материальные благословения. Вы можете всем правилам следовать идеально. В ответ Вишна может у вас все забрать. Он может поместить вас в нищенские условия, он может сделать вас полным дураком. Это факт, потому что Вишну не даст вам то, чего вы хотите, он даст вам то, что вам нужно, то, что вам нужно, чтобы очиститься, чтобы приблизить вас к Богу, он даст вам это. Если вы поклоняетесь полу-богам и просите этого, они также могут вам помочь этого, но практически никто этого не хочет. Таким образом, равана является эмблемой демонического качества в наших сердцах, которые хотят наслаждаться собственностью рамы. Очень трудно уничтожить это желание, это желание наслаждаться. Мы должны понимать, что если мы чем-то наслаждаемся, мы воры, которые крадут у рамы. Всякий раз, когда мы пытаемся услаждать свои чувства, мы буквально крадем ситу у рамы. Это факт. Мы не хотим об этом так думать, но это правда. Мы должны признать это, потому что пока мы не признаем свою болезнь, мы не можем излечиться от этой болезни. Невежество человеческого общества в том, что мы хотим думать, что все хорошо, больной человек думает, что все хорошо, он не сможет никогда излечиться, но тот, кто признает, что я болен, мне нужна помощь, помогите мне, его можно излечить.